Танк-беспилотник или армата на дистанционном управлении? Какое будущее ждет гордость российской оборонки? Сегодня рассказали разработчики и добавили. Серийное производство танков пока не роботизированных может начаться уже в этом году. Ждут заказами на обороны. Сейчас на испытании боевая машина с двигателем 1350 лошадиных сил. В самое ближайшее время начнутся стрельбы. Кстати, обновятый боеприпас. Танк-армата один из самых современных и мощных в мире. Его броня выдерживает прямое попадание всех современных танковых снарядов, противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Ну а премьера состоялась в прошлом году на праздновании Дня Победы. Вот как раз эти кадры сейчас вы и смотрите. А за другой российской техникой уже выстроилась очередь. После операции России в Сирии российскими системами ПВО заинтересовались Индия и Китай. Эти страны покупают комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Он, отмечу, не имеет аналогов в мире. Страны уже перечислили аванс за оборудование. С-400 появился на нашей авиабазе «Хмеймим» в Сирии после того, как Турция сбила российские истребители. Москва с помощью этой техники решила защитить российские летные экипажи. Кстати, в Кремле рассказали, что желающие купить наше военное оружие уже выстроились в очередь. С-400 заинтересовал Малайзию, Алжир, Индонезию и другие государства. «Триумф» — новейшая система средней и большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. С-400 может уничтожить все современные средства воздушно-космического нападения. Как ожидается, к концу года этими системами будут вооружены 16 полков российской армии. ЩarasIf». Кремл! 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 Остальное.